Всем привет! Это новый диалог на простых числах. Сегодня поговорим о судьбе русского языка, его истории и перспективах. А разобраться в этом вопросе нам поможет кандидат филологических наук Игорь Исаев. Добрый день, Игорь. Добрый, добрый. Попробуем разобрать русский язык, но сразу скажу, вот вторгаясь вперед, во все заготовленные наверняка вами темы. Всегда кажется, что русский язык это очень просто. Вот давайте попробуем разобраться так, чтобы это было видно, что это очень непросто. С вами согласятся школьники, сдающие ЕГЭ. Вот, вот, вот. Это, кстати, отдельный вопрос с точки зрения языка как сферы коммуникации и с точки зрения носителя языка. ЕГЭ вообще не имеет никакого отношения к языку. Мы с вами носители русского языка, в большинстве случаев сдающих ЕГЭ, это носители русского языка. Мы с вами вынуждены сдавать русский язык так, как будто бы он иностранный. Но это изначально неправильная вещь. То есть, например, когда мы в школе заучиваем склонение и споряжение родного языка, в этом что-то не так. Русский язык должен быть устроен как курс русского языка, как коммуникативное преподавание, как сфера коммуникации, общения. Это ровно то, чего не хватает современным школьникам, но зачастую людям старшим. Российское государство часто обращается к теме русского языка, русской культуры, используя их как аргумент своей внешней политики, мягко так скажем. Но вот я не специалист в области филологии и истории русского языка, я так детально за этим не слежу, но что-то мне подсказывает, что как раз именно в последние десятилетия влияние русской культуры, русского языка в мире существенно сократилось. И все это неразрывно связано с сокращением экономического и политического влияния России в мире. Вот когда-то Россия была центром Советского Союза, русский язык был языком межнационального общения. Естественно, он был популярен, носители языка можно было встретить от Балтийского моря до степей Казахстана. Ну а теперь экономические связи между странами разрушились, влияние России экономическое и политическое падает, русский язык стал никому не нужен. Правда ли я? Значит, есть два способа повысить влияние языка. Первый – это экономическое и политическое влияние державы, когда очень важно понимать, что вот твой потенциальный союзник или противник, он настолько интересен экономически или настолько интересен слэш опасен как союзник, что надо знать его язык, культуру на всякий случай. И это, так сказать, то, что происходило в советских школах – язык потенциального противника. Даже если ты не являешься доминирующим в мире экономически, политически, культурно, но ты опасен как противник, внимание к языку растет. Это то, что будет происходить сейчас. Учили в СССР немецкий же вначале, потом английский. Правильно. Язык немецкий как язык потенциального противника, недавно ушедшей войны – это вот одна из частей. Вторая часть – это действительно исключительно культурное влияние страны. Когда 300 плюс миллионов носителей русского языка разного уровня, сейчас, когда мы приезжаем, например, к друзьям или общаемся с коллегами из бывших, вот такой не очень хороший сейчас термин, бывших союзных республик, особенно СНГ нынешнего, то понятно, что в рамках нынешнего СНГ русский язык, он популярен. Не всеохватный уже, но популярен. Те страны, которые находятся за рамками Союза независимых, и как он сейчас называется? Независимых. Ну, СНГ, но скорее сейчас ЕАЭС. Я все это в 90-е откатил нечаянно к моменту, так сказать, отчета нынешнего. И получается, что на пространстве, неохваченном действием ЕАЭС, русский язык, особенно в младшем поколении, сильно отступает. В нем нет необходимости, в том случае, если Россия не играет на политической, экономической, социальной карте государства сколько-нибудь значительной роли. Поэтому, с одной стороны, я соглашусь, действительно, выход России из гигантского мега-объединения на 300 плюс миллионов граждан в рамки 140, 150, 160 миллионов, меняется это в зависимости от подсчетов и времени подсчетов, конечно, вроде бы снижает значение русского языка, но Болония, Италия, красный пояс, никуда не делся, как бы это ни казалось странным. Италия в регионе, вокруг Болонии интересуется русским языком, и я знаю, что недо недавнего времени они набирали в Болонском университете по 200 с лишним человек, желающих изучать русский язык. Сейчас, может быть, в последние 2-3 года ситуация могла измениться, но так или иначе, внимание было очень сильным. До сих пор действуют в Вене, в Италии, в Грации, я имею в виду из Австрии, вот эту часть, действуют классные преподаватели и целые большие школы преподавателей русского языка. И там не только наши соотечественники с детьми, которые живут за рубежом и плохо знают русский язык. Известная проблема, когда старшее поколение говорит, среднее поколение понимает, младшее уже не понимает и не говорит. И тогда в таких случаях люди с российскими корнями начинают отдавать своих детей на курсы, чтобы знали язык бабушек, дедушек. Так вот, не только такие люди изучают. Изучают люди, которые интересуются Чеховым, Достоевским, которые искренне считают, что происходящие сейчас события уйдут, но останется что-то, что фундаментально может продолжить сотрудничество. Ну и есть люди, которые искренне считают, что надо изучать язык кумиров. Такое тоже вот случается. А есть какая-то статистика, в которой можно оценить динамику интереса к русскому языку? Мне эта статистика неизвестна. Ее периодически собирают центры, которые занимаются изучением, преподаванием русского языка как иностранного. Есть такая отдельная дисциплина, РКИ называется, русский как иностранный. Это дисциплина, которая направлена на преподавание русского языка тем, кто не говорит на русском, для кого он не родной. И вот они такую статистику собирают. Эта статистика, мне кажется, не очень прямой, потому что часто она дается в рамках каких-нибудь целевых программ. Ну, например, существовала федеральная целевая программа русский язык. Нужно было показать, что в результате проведенных мероприятий за рубежом, направленных на повышение статуса языка, культуры, что-то еще такое там, вот это такое Министерство науки и высшего образования давали такие гранты, целевая программа была, по-моему, аж на несколько миллиардов. И вот в рамках этой отчетности организациям, проводящим, нужно было показать динамику. Я не уверен, что эта статистика прямая и, как бы сказать, объективная. Поэтому я был бы осторожен с характеристикой того, сколько людей перестало пользоваться русским языком. По данным международных организаций, кстати, ООН публикует некоторые обобщенные данные, уж не знаю, насколько можно им доверять, но исходя из данных этой организации, максимальное число русскоговорящих в мире было ожидаемо в 90-м году, 312 миллионов человек, с тех пор сократилось на 27%, в 23-м году составляло 222 миллиона. Русский язык сместился с 6-го на 10-е место по числу носителей в мире. И в этом смысле интересен вопрос, а с кем он конкурирует сейчас? Понятно, английский, видимо, китайский, как самый просто популярный по количеству людей, живущих на территории Китая. А что с другими языками? Как они вообще ощущаются в этом глобализированном мире? Тут тоже специфическая вещь. С одной стороны, есть люди, говорящие традиционно на индоевропейских языках, ну или там большая европейская четверка, английский, немецкий, испанский, французский. Это традиционная и понятная для нас схема взаимодействия языков. Английский как язык международного общения, про него все знают, он является языком науки международной в современном состоянии. И вот мы привыкли думать, что английский – это один из ведущих языков. На самом деле, конечно, количество говорящих, как на родном языке, испанский, я думаю, превышает. Поэтому вот в нашей привычной четверке английский, испанский, французский, немецкий, испанский будет занимать одно из ведущих мест. Ну, во-первых, Латинская Америка. Огромное количество говорящих на испанском языке. Французский язык, включая, например, там Западную Африку, где он является таким... Ну, он специальный французский, но тем не менее французский в качестве одного из языков межнационального общения. Потому что Западный Гвиней – это языки всякие там Манде, Ква, Кпелли, которые между собой не всегда понимаемы. Нужен какой-то язык посредник, и он у них там колонизационный французский остался. Либо выбирается какой-то из посредников. Мы не забываем, если уходить из европейской части, то мы с вами не забываем арабский. Это огромное количество носителей как религиозного арабского языка, так и, собственно, языка разговорного. Ну, например, часть носителей русского языка в России используют арабский в качестве, например, там, религиозных целей. То есть это огромное влияние. Вот, например, многие народы Дагестана и не только там в своих молитвах используют арабский язык и понимают его на уровне богослужебном. Вот. Так что это огромное, огромное, огромное значение. Дальше мы идем. Китайский понятно. Китайский понятно. Просто благодаря количеству носителей. У нас разные китайские. Разные китайские. Там тоже не все просто с языками. Китайский язык и языки Китая. Вот. Это тоже огромное по количеству носителей. У нас с вами есть Бангладеш. Гигантское сообщество. И в этом смысле русский язык вот на этом пространстве, он все время у нас сжимается. Потому что игроки в современной экономике крупные. Ну, вот. И количество носителей японского невысоко. Но если все будет в порядке, вещи Япония в связи с объявляемыми тенденциями экономического роста окажется где-то наверху, то через 20-30 лет те студенты, которые сейчас бегут изучать китайский и арабский, а сейчас студенты при наборах, при словах китайский и арабский делают стойку и бегут изучать эти языки. На втором месте, по моему опыту работы в университетах, люди выбирают испанский. И неразумные люди выбирают английский. Объясню почему. А очень часто, когда студент приходит обучаться и говорит, я знаю английский. Вот я до университета знаю английский. И я хочу прийти и заниматься английским. Мы ему говорим, если ты уже немножко говоришь на английском, добавь себе просто. Зачем ты будешь выходить на рынок с огромным количеством носителей английского со своим английским? Представь, в какой уровень у тебя должен быть, чтобы твой английский был востребован. Возьми какой-то из небольших языков. Вот мы до недавнего времени, например, там считали, что малые языки – это наиболее перспективная вещь. Ну, малые языки Европы. Например, литовский. Количество специалистов небольшое. Востребованная вещь. Все говорят, ну как же? Там же русский язык, зачем нужен литовский? Вот нужен. Вот уже нужен. Был такой мем старинный, что оптимисты учат английский, пессимист китайский, реалист автомат Калашникова. Как насчет вообще популярности китайского языка? Я просто замечаю, в университетах, где я часто работаю, исторически были всегда англоязычные курсы, где студенты обучаются только на английском языке. Но вот впервые в этом году появился и китайский курс, где все обучение проходит на этом языке. Как вообще оценивать эти перспективы китаизации российской культуры? Потому что до этого мы говорили на английском не только потому, что это был язык международной торговли, в том числе и потому, что американская культура доминировала в мире. Произойдет ли такая замена американской культуры к китайской? Ну, точно нельзя говорить, что помехой будет сложность китайского языка. Все говорят, английский простой, китайский сложный. Строго говоря, наоборот. Китайский будет попроще английского. Да, да, он фонетически сложный, грамматически он достаточно простой. Японский сложный, вот, сложный. Так вот, вероятность того, что люди начнут изучать китайский как основной, это вопрос не к лингвисту. Вопрос экономический и политический. Насколько для нас Китай будет в ближайшие поколения, там, 25-30 лет, важным союзникам или важным противникам. Насколько важно будет знать китайский язык, чтобы понимать лучше своих восточных соседей. Это очень трудно прогнозировать. Студенты идут охотно. Потому что современная картинка телевидения и радио, если люди смотрят телевидение и слушают радио, она говорит о том, что раньше Инди-Руси, бхай-бхай, значит, друзья навек. Сейчас китайские друзья, нам нужно знать этот язык, понимать культуру, и мы можем ездить в Китай. Поэтому вероятность того, что китайский будет развиваться дальше, как язык международного, вот в нашем фрагменте мира общения, высока. Насколько это долгосрочно, не знаю. Вот не могу планировать. Вообще вопрос не лингвистический. Вот эти вопросы, они, как лингвисту, их задавать достаточно бессмысленно. Про сложность я могу говорить. Про перспективы очень сложно. Я не понимаю горизонт планирования взаимодействия двух стран. Интересно, как англицизмы проникали в русский язык. Это отдельная тема для дискуссии. С этим активно пытаются бороться наши депутаты, видя в этом колоссальную угрозу. А как будут китайские слова, звуки, какие-то грамматические и фонетические конструкции проникать в русский язык? Можете себе это представить так, экспериментально хотя бы? Да, да. Я как водитель очень хорошо могу представить впереди стоящие машины, я должен как-то назвать. Вот я сейчас ехал к вам, и я смотрел количество... Ну, просто так получилось, что я еду и смотрю Омода, Джи Ку, Черри, Джили и прочие. Я думаю, ага, этот вот относится к такой корпорации, это к такой, эти воли вы еще выпускают. Кто из китайцев, думаю, я сейчас самый надежный. То есть, как бы, я уже знаю некоторые слова из названий, которые встречаются. Но, опять же, борьба с англицизмами у наших избранников, она связана не с тем, что эти слова действительно их беспокоят. Они отрабатывают некоторую повестку, которая связана прежде всего с тем, что появился, как это, англо-санксонский, теперь у нас мир противопоставленный. То есть, эта борьба идет с целым миром, где всякие слова кажутся им опасными. Поэтому, опять же, это вопрос нисколько не про лингвистику. Так же, как слова про значение в году. Обычно вот конкурс слова года, в прошлом году чат-джи-пяти выбран. Но на каком основании для лингвистов чат-джи-пяти мог бы быть лингвистической проблемы? Ни на какой. Только с той стороны, что люди часто употребляют это слово и думают о нем. В этом смысле борьба с англицизмами, она настолько же бессмысленна, как конкурс слова года. Он вообще не имеет отношения к языку. Пусть борются, пусть борются, займутся. Ну, тем не менее, в русском языке появляются слова иностранного происхождения. Как бы вы оценили эту тенденцию как филолог? Это плохо, язык деградирует или, наоборот, развивается? Положительно, крайне положительно. Вот смотрите. Значит, как определяется, что организм жив? Когда вы смотрите на его биохимическую реакцию, он в состоянии воздействия с внешним миром. Он проявляет желание подружиться с внешним миром. Даже в виде аллергии это все равно взаимодействие с внешним миром. Только полностью закрытая структура, неживая, латинский язык, древнегреческий, никак не взаимодействует с миром. Его можно выучить, конечно. Но уже живые тенденции запустить в нем невозможно. Поэтому пока язык жив, пока он направлен на взаимодействие с соседями, он будет забирать от них новое. Мне интересно это явление. У меня его нет. Как с компьютером было когда-то. Появилось слово компьютер. Не было явления, не было слова. Появилось явление, появилось слово. Это признак жизни языка. Чем больше язык берет внешнего, тем это больше говорит про наше с вами общество, что оно готово к восприятию внешнего мира. Когда нам говорят, что мы только за традиционные ценности, а слова появляются нетрадиционные, типа компьютера, или хайп появляется слово, это говорит о том, что при всем желании объявить общество неподвижным, оно очень подвижно. Поэтому для лингвистов появление новых слов, новые связи, это первый признак того, что язык жив, здоров, и он направлен в сторону взаимодействия. Боязнь чиновников всегда связана только с одним. Мы не понимаем, как это устроено. С этим надо бороться. Все новое, опасное, это вполне себе нормальное пещерное мышление, которое нормально живет в людях государственных, потому что они по своим установкам должны, видимо, быть на каком-то уровне архаизации. То есть прогресс опасен. Правильно ли я вас понимаю, что язык сам вберет в себя все, что ему удобно, все, что ему необходимо, и искусственно влиять на этот процесс не стоит. Но все же кто-то задает норму русского языка, кто-то пишет правила. Как это совместить? Отличный вопрос. Вот, Олег, представьте себе, что мы с вами, безусловно, авторитетные, давайте пофантазируем, что наше влияние с вами на современное российское общество таково, что каждое сказанное нам и слово обсуждается, выводится в комментарии и разбирается. Вот я предлагаю... Только один такой человек есть в стране, другим не дано. Вот он, кажется, не вводит новые слова. Но вот представьте себе, что наше влияние никак не меньше. И мы с вами говорим, а давайте будем называть с сегодняшнего дня вот этот предмет, скатерть на столе, не скатерть, а как-нибудь ку-ку-бу. И все говорят, господи, это прекрасно. Это же Исаев сказал, это же Камолов сказал. Давайте ку-ку-бу называть с сегодняшнего дня. Звучит абсурдно. Такой мог себе позволить, например, Пушкин. В силу невероятного влияния на своих современников, когда и последователей, когда он от языка богоподобная царевна, кыргызская, исадские орды, ломоносовского и тредяковского тяжеловесного стиха, стал писать стихи и прозу, которая была приближена к разговорному языку. И вот он повлиял на стилистику и жанры литературы. Можно представить себе такой случай, но боюсь, что ни мы, ни кто-либо другой все-таки, пожалуй, не обладает таким влиянием на литературу и культуру. Поэтому не обольщаемся. Отдельный человек может внести симпатичные отдельные слова или целые фразелогизмы «вошел не в ту дверь». Но это на уровне вот такого сиюминутного хайпа. Или вспомните, все улыбались, обсуждали половцев и печенегов. Совсем недавно, в начале ковидной эпохи. И эти самые антиславянские комары, еще кто-то. Это же все было вот прямо на хайпе. Но быстро ушло. И мы с вами сейчас это припоминаем, но в язык это не вошло. А теперь внимание. Как влияют на язык составители словарей? Что делают лингвисты, составляющие словарей? Они смотрят. 25-30 лет это слово в языке фиксируется. Смотрят по языку художественной литературы. Сейчас удобный способ – это корпусная лингвистика, это корпуса электронные. Например, национальный корпус русского языка. Там десятки миллионов, а даже не сотни миллионов словопотреблений. Душь, наверное, сотни. И видно, например, можно просто задать поисковый запрос какую-нибудь, не знаю, редакторку. Или там журналистку. И посмотреть, как, где это все появилось. И вам дается выдача по статистике, по годам. И вы смотрите, ага, вот как это все устроено. И лингвист говорит, да смотрите, слово кофе среднего рода, горячее кофе, да пофиксируется уже давным-давно. Я вам даже скажу больше. Мои коллеги, лингвисты и филологи, в некоторых случаях забываются и говорят горячее кофе. Все, оно вошло уже в жизнь. Надеюсь, они не говорят одевать шапку. Этого не слышал. Но про кофе совершенно точно. И лингвисты говорят, ну смотрите, все, мы должны быть честными. Это вошло в языковой оборот. И пишут, кофе мужской, дополнительно средний. Они не врут просто. И через некоторое время, лет через 30, 40, 50 словари всегда меняются. Если вы откроете словарь современного русского литературного языка, там, Ожиговский или Ушаковский, и современные словари, там, 10-х годов, вы увидите, что лексика очень сильно изменилась. Ну, например, там, слово партии комсомол, там, по частотности, например, сильно будут уступать временам до, там, не знаю, после, точнее, 90-х годов и до 90-х годов. Вот, 90-х годов будет всплеск идей обсуждения и прочее. В этом смысле лингвисты, они идут на поводу у нас с вами. Лингвисты не формируют норму. Лингвисты ее отражают и изучают. А для того, чтобы отразить, ее нужно изучить. Поэтому, да, мы можем с вами называть это кукубу вместо стола. Но для этого мы должны заставить десятки миллионов людей употреблять это слово как основное или хотя бы очень частотно. Поэтому не обольщаемся, живем спокойно. Язык, как рыба приготовки. Ее можно солью обсыпать. Но она заберет в себя соль ровно столько, сколько нужно для того, чтобы быть соленой в меру. А как вы, как лингвист, относитесь к этому чиновничьему новоязу? Не взрыв, а хлопок. Значит, не пожар, а задымление. Не падение, а отрицательный рост. Это не издевательство над русским языком? Какая-то словесная порнография? Значит, это так же, как с приграничными территориями. Вот новый термин, приграничные территории, когда не всегда понятно, что имеется в виду, по какую сторону граница что происходит. Это специфика подачи информации, которая вообще новоязом... Ее традиционно называют новоязом. На самом деле это политический язык или язык Министерства иностранных дел. Я к ней отношусь хорошо. Вот как бы это ни прозвучало странно, я к ней отношусь хорошо к этой тенденции. Я, как шахматист, должен разгадать, что имеется в виду. Когда ты проиграешь одну и ту же партию много раз, она становится неактуальной и очень прозрачной. Надо менять композицию, фигур на доске, чтобы она была загадочной, чтобы твой ход был непредсказуем. Поэтому все мидовские ухищрения попадают к нам с вами. Все пропагандистские с любой стороны заявления, они всегда направлены на то, чтобы скрыть суть. Это нормальный изопов язык. Это вещь, известная с древнейших времен на уровне риторики и хорошо используется сейчас. Другое дело, что люди, которые всерьез воспринимают хлопки и довольны тем, что это так, это вопрос образования и проницательности, опять же, нисколько не ущербный. Я часто общаюсь по профессии своей с очень простыми людьми в экспедициях, часто с минимальным образованием. И им надо во что-то верить. Они верят либо в Иисуса Христа, если он есть рядом в виде православного храма, либо они верят в телевизор, который всегда рядом, и радио. И в этом смысле неудивительно, что эти слова становятся широко понятными, но, опять же, никто из носителей русского языка всерьез не употребляет слово «хлопок». Все его переводят, все выступают в роли толмачей официального языка. Когда друг другу пересказывают современные новости, никто не говорит, что произошел «хлопок». Все говорят, что... Зрители не простят мне, если я не задам этот вопрос, на Украине или в Украине? Да, не простят. И мне сейчас не простят. Значит, по-русски исключительно «на». По-украински «в». Вообще предлог «в». Это польский «на» вообще-то. И, на самом деле, и в русском языке предлоги «в» и «на» конкурируют. В доме, но на работе. Примерно одно и то же направление, но употребляются традиционно разные предлоги. Это связано с грамматикой и с прочим. Даже когда вы перебираетесь в русский, южный, юго-западный говор, в Белгородской, Воронежской области, вы встретите этот же предлог в Украине, например, в саду. В этом конкретном вот случае это вопрос политизированный, он вообще не про суть. Нормально говорить по-русски, когда ты говоришь по-русски. Если ты хочешь подыграть и сказать в Украине, то тем самым ты говоришь, что ты становишься на традиции языковой и грамматической нормы украинского языка и готов употреблять это в нерусской литературной норме. То есть, на самом деле, когда вы говорите на Украине или в Украине, вы выдаёте свою точку зрения, свою позицию. Ну, или то, что вы слышите часто, если вы живёте, например, в Белгородской или Воронежской области. Там это тоже будет нормально. Это общий лингвистический диалектный ареал с точки зрения грамматики очень совпадающий. И тут... Не прощайте меня, но язык... Либо ты говоришь по-русски, либо ты говоришь по-украински. Ну, насколько я знаю, ООН также признала грамматическую норму на Украине и за это получила много хейта от западных наших бывших партнёров. Ну, в конечном итоге, я сам всегда использую на Украине. Если вы говорите по-русски, конечно. Да, более того, мои предки украинские, бабушка моя с Украины, с Харькова, всегда говорила на Украине и никогда не было другого конфликта в семье, какой правильно предлог употреблять. А как с бывшими советскими республиками, Белоруссия, Туркмения, Киргизия, Аниш, Сефир, Туркменистан, Киргизстан, Беларусь, насколько грамотно с точки зрения русского языка, его норм, традиций, использовать старые названия советских республик применительно к новым независимым государствам? Здесь, опять же, мы с вами действуем... Язык очень... Такая якорная вещь, традиционная. Вы привыкли говорить, например, Прибалтика, и страны Балтии... Ну, никак. Я вижу, как даже чиновники с большим трудом европейские выговаривают, если они говорят по-русски, страны Балтии. Все-таки Прибалтика традиционно... И понятно, почему. Важно не то, как вы сказали, прицепляться к конкретно сказанным вещам с точки зрения грамматики в рамках вот этого агрессивного движения граммарнация. Если ты ошибся, то все, тебя нужно завалить, как дикого кабана в лесу, из ружья. Это неправильная позиция. Всегда есть традиции. И надо понимать, что если человек говорит Киргизия, а не Кыргызстан, то он пользуется тем, к чему он привык. Но не каждый день он думает про Кыргызстан. Ну, вообще в жизни так случилось, что среднестатистический человек вспоминает слово Кыргызстан примерно никогда. Вот. И если нет какой-то информационной повестки. Это нормально. Другое дело, Беларусь, и Белоруссия. Тут уже, если вы взаимодействуете в сообществе и тех, и других, то надо быть аккуратнее. Потому что назвать Беларусьей сейчас, например, я знаю, что молодежь белорусская очень обижается. И вот обратите внимание к вопросу о русском языке в бывших союзных республиках. Республика Беларусь самостоятельное государство, где есть официальный русский язык в качестве одного из возможных, но после 20-го, ну, может быть, чуть раньше года белорусская молодежь стала охотно учить белорусский самостоятельно. Я вижу, например, там по студентам по своим, которые там из Минска приехали, они в чатиках с особым смаком, удовольствием переговариваются по-белорусски. Естественно, зная русский. Так что вот тенденция оставить русский даже в том случае, когда у вас официально разрешенный государством утвержденный русский язык при наличии белорусского, очень сейчас такой спорный момент, потому что молодежь хочет национального, ну, скажем так, колорита, чтобы при государственных самостоятельных границах, пусть проницаемых, была своя часть культуры, своя литература. Я раньше помню, когда едешь на автомобиле из Москвы в Минск, пересекаешь условную границу, в ту сторону не останавливает вообще, когда ты едешь. Вот. И я с удовольствием всегда переключался на каналы белорусские, где говорят по-белорусски. Мне очень нравится белорусский язык, так как он звучит. Мне очень нравится, как звучит украинский язык. И я всегда, например, с удовольствием, как это два близкородственных языка к русскому, всегда с удовольствием смотрел на историческую грамматику, это многое объясняет в русском языке. Это истинное наслаждение. Но сейчас белорусские молодые с удовольствием используют белорусский язык в качестве основного. Это выражение политической позиции, возможно. Ну вот я не просто так сказал, что это с 20-го примерно года, может быть, чуть раньше. Да-да-да. Это вот эта самость, которая проявляется в том числе и прежде всего в языке. Желание носить вышитые рубашки народные. Вот это все есть. И что самое интересное, примерно то же самое сейчас происходит и в русских селах. Молодежь на уроках школы часто изучает местные культуры, местные диалекты. И я иногда выступаю в качестве такого трецензента, когда говорят, вот посмотрите, правильно ли он все написал. Ты познакомился с кем-то в экспедиции к школам, первое место, когда мы приходим. И учителя говорят, а вот мы идем на конкурс, а посмотрите, правильно ли он тут разобрал наши местные слова. Так что вот от глобализации к атомизации с пониманием того, что удобно жить широко, но со вкусом к своему, вот это то, что сейчас очевидно. Мы говорили о проникновении иностранных слов в русский, а русские слова сейчас хоть изредка попадают куда-нибудь в мейнстрим западного мира, ну, когда-то космонавт, там, спутник, луноход, ну, а теперь можно ли такое рассчитывать? Или просто не за что зацепиться, нет прорывных событий в России, чтобы они стали источником новых тенденций в западных языках? Есть прорывные события, именно в этой связи сейчас очень хорошо на Западе знают русские топонимы. Русские топонимы и... Да, и украинские топонимы. В этом смысле как раз прорывные события есть, и мы действительно видим, что русские топонимы, например, или украинские топонимы, вот, они часто оказываются в сфере внимания, и, соответственно, русские фамилии, все это есть. Это, собственно говоря, та же самая тенденция изучать или проявлять внимание к языку потенциального противника. Надо быть внимательнее, надо изучать этот язык, чтобы понимать лучше происходящее. И как раз сейчас очень востребованы в западном мире специалисты, которые понимают русскую историю, культуру, политику, социологию. Ну, внутренняя современная социология, она несколько туманна, но в целом люди, которые понимают тенденции, сейчас очень востребованы. Надо понимать потенциальные, возможные шаги твоего оппонента. Такие в 20 веке были советологи, а теперь, наверное, русологи или путинологи, уж я не знаю, как их назвать. И иногда они излагают очень смешную картину мира, когда смотришь на нее уже из России, называя Дугина главным русским философом, или как-то Трамп недавно сказал, сейчас придет зима и российские войска непременно победят на Украине, они же Гитлера зимой прогнали, Наполеону зимой как вдарили, уж зимой они умеют воевать. В общем, такое очень сильно искаженное представление России, основное на мифах, стереотипах. Кстати, а как эти стереотипы менялись в последние десятилетия? Видите, какая штука? Последние десятилетия у нас очень богаты, они очень динамичны. С одной стороны, эпоха Горбачева, когда надо быть ближе к народу, и вот этот знаменитый мем, ну куда уж ближе-то, когда он стоит в кругу людей, говорит, ну куда же ближе-то, до максимальной отдаленности от своих избирателей и буквально закрытости там достаточно долгое время. Поэтому вот стереотипы, которые формируются со стороны, то, что я вижу. Я общался и общаюсь со своими коллегами зарубежными, русистами, и главное, что сейчас приходится делать при общении, это сохранять разговор, видите, как трудно подбираю слова, сохранять разговор преимущественно в рамках профессии, потому что тебе не хочется узнать, какую позицию занимает твой собеседник. Вот я к тебе хорошо отношусь, я, пожалуй, не готов узнать, о чем ты сейчас думаешь. Давай только в профессии будем разговаривать. И что самое интересное, это вроде бы разговор про внешние тенденции, но я уйду от вопроса и вернусь в внутреннюю ситуацию, то же самое происходит и в семьях. Мы с мамой не совпадаем во многих вещах. Так случилось, что у меня нет телевизора, я вообще не в курсе, о чем она говорит иногда, но это слушается жутко. А, со старшим братом мы эту тему не поднимаем, жалея друг друга. потому что мне жалко родных людей. И то же самое в общении с коллегами. Раньше социальные сети были открыты, я охотно делился всеми событиями легко, непринужденно, и сейчас я значительно ограничил круг общения, потому что в некоторых случаях я лучше бы не знал того, что я узнаю, тех высказываний, которые я вижу, поэтому тенденции, которые мы сейчас видим и внешние, они ровно такие же. Вот пока давайте не спрашивать друг друга во время гастрита. Лица скукоженные, не надо. Хорошо, тогда чисто профессиональный академический вопрос. Вы лингвист, ученый, наука, очевидно, занимается изучением проблем, противоречий. Какие проблемы, какие вызовы, угрозы стоят сегодня перед русским языком? Вы знаете, никаких. Давайте я вам расскажу страшную вещь. Не паникуем. Количество носителей русского языка, компактно проживающих в рамках Российской Федерации, больше 100 миллионов значительно. Демография плохая. Прогнозируют минус 15 миллионов к 40-му году. Вот пока для языка это не проблема. Я понимаю, при всей ужасности демографической картины, для языка это не является проблемой. Смотрите, в России 155 языков, включая русский, 155. Часть из них языки, которые чувствуют себя относительно хорошо. Ну, относительно хорошо себя чувствуют татарский язык, с разными вариантами. Относительно хорошо себя чувствует русский язык, огромное количество носителей. Значительно хуже себя чувствует, например, якутский язык. Очень плохо себя чувствует науканский язык, там всего 15 человек осталось. Вепский остался еще. Вепский остался, даже в экспедициях были случаи, к Тверским карелам случайно попадали, они разговаривают на среднерусском окующем говоре, когда с тобой, ты считаешь, что ты разговариваешь с носителем русского языка, а потом они друг к другу перевод поворачиваются и начинают разговаривать по-вепски. То есть, да, языки финно-угорские чувствуют себя относительно разные, но относительно неплохо. Но есть языки вот такие, как науканский, например, они чувствуют себя плохо, или тельменский. А что значит плохо? То есть, численность носителей сокращается. Значит, главная проблема плохо чувствующего себя языка и главный диагноз. Вот вы, как врач, должны поставить диагноз, вы провести диагностику должны. Вы смотрите. Существует ли межпоколенческая передача? Старики, средняя молодежь. Есть ли у них между собой проблема владения этим языком? У русского нет такой проблемы. И мои бабушки, и мои родители, и я говорим по-русски. Да, мои бабушки и дедушки говорили на диалектном варианте русского языка. Одни говорили на Владимирском северном по основе, а вторые на Рязанском южном по основе. Вот у меня предки материнские, отцовские разные были. Но они говорили по-русски. И, соответственно, я и мои дети, все говорим по-русски, это ненарушенные передачи. Можно не беспокоиться. Поэтому пока количество носителей, даже компактно проживающих, там, несколько десятков тысяч, язык компактно проживающих, нераспределенных. Потому что, если дисперсное распределение, например, русская диаспора в Боливии, русская диаспора в Африке, русская диаспора еще где-то, они между собой не контактируют. И русский язык уже будет с нарушенной передачей, потому что дети и внуки будут говорить на языке о том, который удобен в школе, в средствах массовой информации используется. Они забудут. Так же, как мы изучали русских в Болгарии, например, старики, которые называют себя казаками, это те, которые после Некрасовского восстания через Турцию оказались, через Западную Украину, Румынию, Болгарию, вот они осели в большое количество носителей казачьего, южно-русского говора, вот у них нарушенные передачи, только старики говорят. Они соблюдали веру, общение компактное, а молодежь уже этого не соблюдает. Они разъехались, все, вот нарушенные передачи. С Науканским то же самое, говорят только самые старые носители. Ни молодежь, ни среднее поколение не говорит. И, соответственно, можно представить, что с доживанием стариков исчезнет язык. Есть способы оживления, ревитализации, то, что называется. Можно устраивать школы онлайн, еще что-то, развивать интерес, чтобы люди не натурально выучивали язык, а просто интересно выучивали язык и делились им в диаспоре, где когда-то он был распространен. Вот. В принципе, вот такие вещи к русскому языку неприменимы. Только в диаспорах за рубежом есть проблема изучения русского языка. В целом, можно быть спокойным за судьбу русского языка какое-то количество десятков лет точно. Пока компактное проживание больше нескольких тысяч, Олег, приезжаем в Южный Говор. Вот я диалектолог. Значит, хозяйка, у которой мы живем, она использует Г-фрикативный. Село, в котором мы живем, больше трех тысяч человек. Значит, мы с ней разговариваем, разговариваем, она поварочет ко мне, говорит, Игорь, ну, Игорь, ну, к чему это твое Г? Ну, Г же нормально. То есть даже в рамках того, что у нее есть радио, телевидение, но компактное проживание диалектное, она говорит, ну, что ты выпендриваешься, ну, говори по-русски нормально. Она считает, что нормально по-русски использовали Г-фрикативный. И это всего несколько тысяч человек. Так что язык не страдает до тех пор, пока есть социальные нормы. А вот диалекты страдают, потому что, когда вы приезжаете на север, и там и раньше-то хутора были там на 5-7 дворов, а сейчас остается два человека, этот диалект будет потерян, например, да. А не в этом ли богатство языка, в том числе в диалектах? Вне всяких сомнений. Вообще богатство языка в жизни языка. Пока он заимствует чужие элементы, пока он сохраняет свои непопулярные варианты. Это все жизни языка. Она определяется многими социальными факторами. Если есть сельское население, у него есть работа, никуда диалект не денется. И это будет действительно богатством, потому что, если вы открываете, например, слова русских народных говоров, он сейчас в изданном виде имеет около 50 томов. Кстати, легко гуглится, это Институт лингвистических исследований Российской академии наук, у них просто выложен. Слова русских народных говоров. Если вы начнете читать на ночь, вы не уснете, потому что вы погрузитесь в эти слова, а там еще и написано о географиях. Это потрясающая вещь. Конечно, безусловное богатство. Никуда не денется, пока есть носители. Сельское население сокращается в связи с тем, что механизация высокая. Не нужно 100 тысяч крестьян на полях для того, чтобы обработать несколько десятков гектаров. Ну, не 100 тысяч, тысячи, хорошо. Машина это делает, поэтому количество людей в селах, занятых в сельском хозяйстве, неизбежно сокращается, но это нормально. Урбанизация в этой ситуации это нормально. Поэтому можно жалеть и плакать, что уходит территориальная разновидность русского языка, богатство сокращается, но, опять же, это диктуется просто урбанизацией, которая требует меньшего количества труджерников на селе. То есть искусственно поддерживать это невозможно? Возможно. Возможно. Но вот в частности моя популяризаторская работа связана с тем, что я много рассказываю про русские диалекты, чтобы люди хотя бы их не стеснялись. И я вижу, что при установке на региональный компонент в образовательных программах, то есть когда говорят в Вологодской области, пожалуйста, не стесняйтесь, пусть дети пишут по вашим словам работы какие-то, пусть словарики собирают, пусть эти слова собраны, известно, неважно, пусть они начинают. Вот этот региональный компонент сохраняется. Региональный компонент в СМИ, когда рассказывают конкретно про ваши территории, вот это все является элементом поддержания. А лингвисты помогут сохранить языки, которые исчезают. С диалектами чуть проще. А вот сохранить малые языки, принято говорить миноритарные, чтобы не обижать, слово малые языки, большие языки, слушайте, как большой брат возникает какой-то. Обычно говорят миноритарные. Медоязыки. Вот миноритарные языки, вот Меринститут языкознания Российская Академия Наук просто разработала методику того, как надо работать с исчезающими языками, чтобы их поддерживать. У чиновников возникает вопрос только один. Зачем? Ну, умерло и умерло. Вот. Зато чиновников беспокоит вопрос владения русским языком мигрантами. В последнее время тема все более острая. Конфликт тут недавно был. Оказалось, что мигранты удивительно проходят за взятки экзамены, как будто нигде у нас взяток нет, только в этой сфере коррупция себя проявляет. Как бы вы оценили вообще степень вовлеченности иностранной рабочей силы в русскую культуру, русский язык, и надо ли государству что-то предпринимать по этому поводу? Есть две установки. Первая установка живите в гетто, просто приходите, метите улицы, но живите вот там и к нам не выходите. Вот если существует такая установка, то вживлять русскую культуру тем, кто приехал, вроде как и не нужно. Ну вот вы живете в гетто, вы пришли на работу, глаза не поднимаем, метем, убираемся, привез доставку, поклонился, убежал. А как же правил техники безопасности, законы, коммуникации с клиентом в конечном счете? Вот такая установка, она, главное, обиднее всего, что вот такая установка, она в какое-то время поддерживалась или поддерживается населением. Вы чужие. Я не хочу вас знать, вы понаехали. Вот. И вообще вы заняли наши рабочие места, это отдельный разговор. Как обойтись без рабочей силы, привлеченной, это... Дефицит рабочей силы, которая сейчас красивилась. Это как бы не мне рассказывать, но совершенно очевидная вещь. Когда я вижу, что даже в сельхозпредприятиях работают нанятые, завезенные работники на селе, ровно потому, что своих не хватает. Квалифицированных и, скажем так, надежных. Вот, надежных не хватает. Чтобы не пили. Вот. Ну, не хватает в какое-то время, поэтому появляется, ну, это такой шаг в сторону. Вот установка на то, чтобы делаете, раз уж так, но не светитесь, это очень ущербная позиция, потому что формирование гетто всегда приводит к тому, что возникают конфликты. Поэтому самый лучший способ, но нерешенный тоже, это пытаться инкорпорировать культуру в приезжих и приезжих в культуру. Почему-то у меня никогда не возникает сомнений, когда я общаюсь с носителями другой культуры, что это интересно, и мне бы хотелось знать, чтобы понимать, как вы живете. Вот. Я думаю, что и у большинства людей, которые имеют здоровое отношение к соседу, здоровое отношение к соседу, не потребительское, а именно здоровое, идея, ой, расскажи, как это у вас установлено, а почему так, а что вы готовите, это вообще прекрасная вещь. Поэтому, там, не знаю, в рамках аппарата правительства Москвы существуют, не знаю, насколько успешные попытки инкорпорировать приезжих в новую структуру, для них читаются какие-то лекции, не знаю, насколько это успешно, просто не знаю этого. У нас была попытка взаимодействия с аппаратом правительства Москвы, где они советы просили, как это все делать, но, по-моему, как-то мы зашли в тупик. Но, так или иначе, в любом случае, надо инкорпорировать новых носителей в свою культуру, приучать, и единственный вывод, который возможен, надо жить рядом вместе. Значит, я вам расскажу конкретную ситуацию. У меня мама из маленького провинциального города. Она приехала, я живу на востоке Москвы. Восток Москвы характеризуется тем, что у нас большое количество мигрантов, работающих. И когда, а я привык, и мы улыбаемся, мы встречаемся, мы знакомы, здороваемся, вот, все равно я вижу, что есть некоторые закрыты, ровно потому, что действуют люди так. Господи, сколько у вас их, говорит, приезжий человек. Я говорю, да, но как бы это нормально. Ой, как страшно. То есть, вот эта идея того, что чужое опасно и страшно, особенно для людей, приехавших из малых городов, где нет такого количества наемной рабочей силы, оно вот выглядит ровно так вполне себе архаично, но нет другого пути, только совместная жизнь. И это приводит к совместным бракам, это приводит к частичному, одни говорят, растворению русской культуры, а другие говорят, обогащению русской культуры. И нет иного варианта. Если ты общаешься с человеком, ты должен принимать его точку зрения, его культуру, его взгляды на жизнь, ну, и делиться своими. Государство ставит идею патриотизма в последние годы во главу своей внутренней и внешней политики и акцентируя на этом внимание, в частности, пытается лезть и в вопросы лингвистихи, вопросы языка. Есть совет по русскому языку при президенте. Чем он занимается? Это контора вообще больше показная или реально воздействующая на эту сферу нашей жизни? Значит, вот этот совет по русскому языку при президенте РФ до этого года занимался конкретно вопросами русского языка и вопросом языков Российской Федерации, но этого в названии не было. И там были лингвисты, известные ученые, которые действительно на встречах обсуждали разные пути того, как сохранить русскую культуру в виде языка и литературы, как это делать правильнее, не огораживаясь от всех, а именно инкорпорируя. И вторая часть, как быть с тем, что значительная часть населения России, это надо важно осознавать и понимать, что огромная часть носителей русского языка в России используют этот язык не как первый или не как основной. Ну, то есть, иными словами, у нас большое количество людей, для которых русский язык не единственный. И с этим это тоже очень важная проблема. Ну, как проблема? Это важный факт, который надо осмыслять и понимать, как выстраивать отношения и взаимосвязь. Нельзя говорить, что твой якутский язык плохой, а русский главный и ведущий. Так не строятся эти вещи. Надо говорить, что каждый из них важен для определенной сферы, для определенных задач культуры используется такой или такой. Опять же, мы с вами знаем, что якутский кинематограф, например, шагнул достаточно широко. То есть, как бы мы осваиваем якутскую культуру, готовы ее осваивать и интересоваться. Вот, Совет Старый занимался вот такими вещами. Министерство просвещения, которое было сбоку, говорил, ага, в школах, значит, надо сделать вот так, чтобы региональный компонент вот такой был. Вот. Сейчас в Совет почти не вошли ученые, сейчас актеры, насколько я помню, это прям вот совсем недельные давности события. Безруков, певец Трофим, певцы, еще кто-то. Вот я просто посмотрел, зампредседателя Константин Деревянко, возглавляющий грамоту РУ, а председатель ЕМПОЛЬСКО, это, который возглавлял, по-моему, Комитет по культуре Госдумы до недавнего времени, они решили, что теперь Совет должен быть не про науку и язык, а про влияние внешнее и внутреннее. Запросы политики. Да, поэтому вот сейчас очень трудно понять, как это будет выглядеть на какой-то отдаленной перспективе, очень горько, что туда мало ученых вошло, специалистов. Вот будем наблюдать. Кажется, этот орган будет направлен на то, чтобы выносить некоторые политические суждения, а не решения, которые в действительности помогают концентрировать профессиональное внимание вокруг объекта языка. Посмотрим. Потому что литература, культура, искусство, театр и песни это все важно, но, как и в любом случае, экспертами должны выступать те, кто является разработчиками, специалистами. Культурный компонент важен, но он не должен быть единственным. Если бы вы вошли в состав такого совета, какие три рекомендации вы бы дали президенту в этой области внутренней политики? Хороший вопрос. Значит, первое, что мне казалось бы важным, это на уровне школы развивать коммуникацию, то есть, чтобы люди не просто сочинения писали, а у них были коммуникативные задачи в парах, в тройках, в четверках строить диалог и учиться спорить. Не с копьем друг на друга идти, а учиться спорить, принимать чужую точку зрения, доводить аргументы в результате коммуникации. Я сам этим не наделен со школы, я этого не умею, мне это жутко не хватает. Вот, это первое, это школьная часть, где русский язык должен быть средством коммуникации. Не средством борьбы, а средством коммуникации. Второе, чтобы я хотел, чтобы было, чтобы русский язык в так называемых подведах Министерства науки высшего образования был не просто про культуру речи и русский язык как иностранный, а чтобы это была часть науки, которая связана с его историей в современном состоянии и прочее, и чтобы эта идея популяризировалась, что русский язык это на самом деле колоссальный фундамент и колоссальные по сложности вещи. Сама идея того, что русский язык является сложной вещью, которую необходимо изучать, думать, это не просто инструмент пропаганды, но еще это колоссальный объект исследования, очень важный на исторической перспективе и на будущем русского общества, российского общества, я даже больше скажу, значит, нужно понимать, что русский язык это инструмент влияния только в рамках политических узких задач, но в целом русский язык надо изучать, словарный фонд составлять, корпуса делать, то есть на научные исследования русского языка обязательно нужны средства, не надо их жалеть, потому что в будущем мы пожалеем о том, что не потратили деньги сейчас и в этом смысле мы с Дмитрием Коломацким ровно с этой целью затеяли подкаст, который называется Глагольная группа и наш подкаст начинается со слов о том, что мы говорим о том, что язык очень сложен и давайте в нем разбираться и мы разбираемся в том, как устроен язык для того, чтобы показать простым людям, носителям то богатство, которое в языке заложено, те связи, которые имеет язык с другими языками, и как это напрямую отражается на нашей жизни. Невероятная сложность языка, она лишена логики человеческой, это сложность, там своя языковая сложность, но это надо изучать и не жалеть на это средство, это вторая часть. Школа, научное изучение, и третье, пожалуй, самое главное, прежде чем чиновник делает заявление про русский язык, он должен посоветоваться с кем-нибудь умным из этой области. Не надо говорить, что надо запретить все слова, потому что люди охотно повторяют и тем самым вредят жизнь языка в его способности принимать новое и отдавать свое. Заявлять, что это беда русского языка в чиновничьем исполнении, это звучит ровно так, это не понимать категорически происходящих изменений и не понимать того, о чем говорится. Поэтому школа, наука, не болтайте лишнего. Третий совет особенно важен представителям экономического блока российского правительства. Наши зрители знакомы с этим не понаслышке. Учите русский язык, читайте русских классиков, смотрите простые числа. Спасибо за интересный подкаст. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok